В Общественной палате Республики обсудили ход ремонтных работ в многоквартирных домах. В этом году в Черкесске планируют сделать ремонт в 48 многоэтажках. По 19 домам уже проведен аукцион и выбраны подрядчики. Будет ли ремонт завершен в срок, узнавала Мадина Каракетова. Большинство горожан проживает в многоквартирных домах. И проблема ремонта и содержания домов в надлежащем виде – проблема для Черкеска всегда актуальна. Начиная работу круглого стола, руководитель регионального центра контроля просвещения в сфере ЖКХ Анатолий Барков отметил, что ему очень приятно, что среди жителей есть неравнодушные к проблемам своих домов. Очень приятно, что люди есть неравнодушные к проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые добровольно изъявляют желание помогать в этом вопросе, выявлять эти проблемы, добиваться результатов. Общественным экспертам Анатолий Барков вручил удостоверение. Говоря о самих ремонтных работах, участники круглого стола обсудили то, что уже сделано. План был выполнен в полном объеме. Были проведены работы по замене лифтового оборудования в количестве 12 штук на общую сумму 90 миллионов рублей. Также проведены капитальный ремонт фасадов в 7 домах, инженерных сетей в 12 домах. И кровельных крыш в 14 домах на территории Карачаево-Черкесской республики. Эльдар Джин Дубаев довел до сведения участников заседания то, что до конца 2022 года в Карачаево-Черкесии капитальный ремонт планирует провести в 48 многоквартирных домах. В отношении 19 уже проведены аукционы, определены подрядные организации и где-то уже проводятся работы. Руководитель регионального центра контроля и просвещения в сфере ЖКХ Анатолий Барков выразил опасения по поводу того, что ремонтные работы в оставшихся 27 домах могут затянуться. Заместитель генерального директора фонда обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов Эльдар Джин Дубаев заверил, что все будет сделано в оговоренные сроки. В отношении оставшихся 27 многоквартирных домов торги будут проведены ориентировочно до 15 июня в связи с тем, что определение сметной стоимости основных строительных материалов с применением действующих ранее индексов не позволяло выполнить строительно-монтажные работы. Если они были заведомо убыточными для подрядных организаций, то сейчас уже Министерством строительства и ЖКХ РФ 19 мая опубликованы новые индексы на второй квартал 2022 года. И уже мы полагаем, что в связи с повышением стоимости оплаты и труда, повышением стоимости материалов, у нас есть благоприятный прогноз на определение подрядных организаций, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту. И в срок до 15 июня все аукционы будут проведены. Участники Круглого стола выразили опасение, что затягивание аукциона может отразиться на качестве проводимого капитального ремонта, ведь сроки выполнения работ могут перенестись и совпасть с холодным временем года и сезоном дождей. Эльдар Джандубаев заверил, что таких проблем не возникнет. Срок выполнения этих работ будет 90 дней с момента заключения договора на проведение работ по капремонту. Но планируем как раз к осени все эти работы завершить. Обсудили участники Круглого стола также вопросы взаимодействия фонда капитального ремонта региональной власти и органов местного самоуправления. Муниципалитетам было предложено обращать на состояние жилищного фонда более пристальное внимание. Заместитель министра строительства ЖКХ Зульфия Батчаева считает, что проводить капитальный ремонт в домах, в которых процент износа превышает 70% просто нецелесообразно. Необходимо вывести такие дома, вывести их из программы капитального ремонта и предусмотреть возможность переселения жильцов. Предложила в этом году активно заняться этим вопросом. Мадина Каракетова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия.